По поводу Cloud9. В отличие от других систем, ну эти как называются, среды разработки, Cloud9 это полноценная среда, которая включает в себя еще и саму виртуальную машину. То есть, в основном тебе не обязательно иметь компьютер для того, чтобы программировать там. То есть, в принципе, это можно делать с планшета. Или, допустим, грубо говоря, если у кого-то из друзей есть компьютер, ты всегда можешь просто заходить, используя свой логин и пароль, и программировать спокойно, при этом тебе свой компьютер никак не понадобится. То есть, там все эксперименты можно делать. Ну, конечно, единственное, там ограничения есть, что там всего один гигабайт есть, но можно под каждый проектик создавать по новой виртуальной машине, по одному гигабайту. В целом, для большинства задач этого должно хватать за глаза. Что касается других сред разработки, их великое множество, и у них у всех дались все плюсы и минусы. Есть самый популярный. Да, этот. Да? Что? Ну, а ты говоришь в другие среды, ты имеешь в виду тоже реализованные в браузере? Нет, нет, именно на компьютере в браузере. Насколько я понимаю, Cloud9 сейчас лидер, потому что они несколько лет назад запустились, и такого, то есть, вот именно с полной среды разработки в облаке, да, еще толком никто не предложил, с таким большим количеством возможностей. Вот, плюс... А вот это Cloud9, это и есть облако? Правильно я понимаю? Ну, это Cloud9 ID, да, то есть ID это среда разработки, а Cloud это вот то, что она в облаке. Почему 9, я не знаю, это вот они так придумали. Так, а теперь еще один вопрос. А .exe файлы можно создавать с помощью этой среды? Да, там можно в ней прям сразу и веб-приложение запускать, и .exe файлы, и все что угодно. То есть, туда можно загружать файлики, оттуда можно выгружать файлики. То есть, можно, например, загрузить туда свой код, да, либо, например, с гитхаба напрямую выгрузить. Вот, и... Выполнить, наверное, какое-то действие над каким-нибудь файликом, потом результирующий этот файлик загрузить, или как-то использовать, или сразу там сделать субстраничку из этого. То есть, много вариантов, то есть, что угодно можно делать. Это полноценная виртуальная машина, на которой вы будете... То есть, Linux. И он там доступен через консоль. То есть, там, конечно, графического интерфейса нет, но он, в принципе, и не нужен для таких задач. Так, ну что, давай попробуем вот что. Ты демонстрацию экрана включить можешь? Ну, это сложный вообще-то вопрос. Я ж только до этого никогда не пользовался. Ну, вот смотри, есть в Google Hangouts такая зеленая кнопочка слева. Называется «Показать экран». Вот, там нужно выбрать самый первый. Это будет первый экран. Или у тебя есть и их два, можно выбрать какой из. Ну, сейчас. Давай попробуем. У тебя аккаунт на гитхабе есть? В смысле, а что за гитхаб? Гитхаб. Ну, вот я сейчас... Ну, давайте ссылку скину и попробуем тогда уже через гитхаб зарегистрироваться, потому что это тоже пригодится. А, ты же хочешь управление взять, правильно понял? Нет, 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 нет. А, что такое? Гитхаб – это лидер индустрии, он хранит исходные коды разных программ. Вот он позволяет участвовать в... Вот я тебе ссылку скину. В дистанционной разработке открытого программного обеспечения. В том числе некоторые из моих там проектов тоже лежат там. Поэтому аккаунт на гитхабе лучше всего иметь мод. Но просто, чем он удобен, если есть аккаунт на гитхабе, то зарегистрировавшись в одном месте, в Cloud9 уже можно просто входить, используя этот аккаунт. То есть, если зарегистрировался в Cloud9, то я уже... И если ты зарегистрировался в гитхабе, сможешь в Cloud9 входить. А, вопрот. Да. Давай попробуем. Так, а куда ты мне ссылку скину? Во Вконтакте скину. Ну, в общем-то, да. То есть, ну, он предлагает выбрать имя пользователя, e-mail и пароли. То есть, я могу то же самое, что и в Cloud9. Как угодно, да. Что-то на меня, что-то не было. Mail, он водит. То есть, я не могу, он используется. То есть, я могу, вот. Уже, видимо, ты его использовал. Странно. Вот, вроде, подплюдают. Вот, и теперь регистрироваться, да? Так. Вот, здесь он говорит о том... Нажми сохранить, пусть будет. Чтоб каждый раз не вводить. Вот, здесь он говорит о том, что много разных есть планов использования этого дела. Да, есть платный, есть бесплатный. Вот, он уже выбрал. Поэтому здесь надо просто прокрутить вниз. Вот. И финиш, да. Галочку нажимать не надо. Это для того, чтобы создать свою организацию. Если организация не нужна, ее можно будет потом создать. Вот, да, кнопочку нажимать. Все, в принципе, у тебя здесь все готово. Вот, сам GitHub можно, в принципе, закрывать. Вообще. Да, вообще. Вот, теперь, в Cloud9, давай мы выйдем отсюда. Там кнопочка выход. Вот, и вот здесь, видишь, теперь иконочка GitHub есть справа. Вот, первая справа, это Bitbucket. Вот, там, картинка такая, как он называется, ведро. Вот, а это GitHub, да. На нее нажимаем, да? Да. Ну, а вот если, допустим, кто-то регистрируется изначально, то тогда season in? Да. В принципе, это эквивалентно. То есть, ну, лучше, чтобы это было взаимосвязано, потому что он тогда сможет, ну, проще взаимодействовать с GitHub, когда ты будешь, например, свой код выкладывать туда или, наоборот, оттуда загружать. Или загружать какие-нибудь проекты, в которых ты участвуешь. Вот. Нажимаю кнопочку «Авторизовать». Вот. Да. Не переводить, а то... Ну, можешь просто ничего не нажимать, нажми кнопку «Sign in». У тебя пароль, логин и пароль уже сохранены, тоже в самом GitHub надо зайти. Да, всё. Вот. Теперь у тебя получилось то же самое, я полагаю. Вот. Давай попробуем создать проект. Здесь он называется «Workspace», то есть рабочее пространство. Нажимай. Правильно? Да, наверное, на плюсик. Вот. Значит, первое, что нужно сделать, дать название какой-нибудь проекта. Например, вот где? Да, вот здесь. Может просто какой-нибудь написать несколько букв. Вот. Он говорит, что нужно писать его в нижнем регистре. А, ну, то есть... Ну, вот не в такое вот хитрое ограничение. Я понял. Я не знаю, зачем. И все всякие пробелы, да. Вот. Описание можно не писать дальше. Чтобы проект был бесплатный, должен быть публичный. Но, в принципе, его, как практика показала, толку никто не найдет, поэтому не так страшно. Вот. Здесь еще можно с гитхаба вот ссылку скинуть. Clone from git or merculer. Да? Это, чтобы можно было с гитхаба исходный код импортировать. О, с гитхаба. Да, это нам пока не нужно. Дальше крутим. Вот. Теперь надо выбрать шабо. Для C и C++ подходит вот этот, вот он, синенький. Вот, C++. Да, его нажимаешь. И create. Вот, все. Сейчас он создает виртуальную машину специально под это дело. Вот. Ну, и дальше смотри. Здесь есть три основных области экрана. Вот то, что слева, там, где написано My First Project. Это так называемый проводник, то есть файловая система. Там ты видишь все твои файлики, которые у тебя есть в папке твоей. Вот, снизу это консоль Linux и терминал. Кстати, вот здесь вот эту штуку, ниже вот, которая приложение Hangouts предоставила сайту доступа к вашему экрану, можно скрыть, нажать кнопку, чтобы не мешалось. Я не понял, какую скрыть? Вот это вот, по-моему? Вот белое. А белое, вот это вот? Нет, 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 ниже. Или она у тебя это? Не видно. Вот, вот, с самого низу экрана. С самого низу? А, ты имеешь в виду вот это вот? Вот это, да. Скрыть только не закрыть, а скрыть, да. А, ну я просто не убрал, думаю, а то я скрою, а потом не знаю, что мне кажется. А, вот. Хорошо. Она, если что, всегда там есть в панели управления. Вот, значит, снизу вот эта консоль, да, то есть можно выполнять разные команды. А вот эта вот самая большая область сверху, она используется для просмотра файлов и для их редактирования. Вот, например, слева у тебя два файлика есть с кодом hello.c.word и hello.cpp.word. Вот, вот первый это на C, в программках, да, дважды на нее нажми, вот, открылся, вот ее код, да, то есть, в принципе, ты можешь использовать этот код, да, можешь его как угодно тебе менять и компилировать и запускать. Вот, чтобы это все дело скомпилировать, здесь заранее нам заготовили make-файл, видишь? Да, вот, но что с ним? Открою. Открою, да? Вот, здесь написано настройки для компилятора, что нужно компилировать. Здесь написано, что нужно вот эти два файлика, hello.cpp.word и hello.c.word. И дальше настройки компилятора. Вот, я предлагаю в это особо не вникать. Вот, там вот у тебя открыта вторая вкладка redmi.md. Так. Вот, именно, да, здесь, да. Вот, и, в общем, все, что нужно в терминале сделать, так как там вот этот make-файл есть, это написать вот эту команду make. Вот, видишь, она тут пишет об этом. Вот ее, да. И после этого, следующими двумя строчками, можно эти программки запускать. Так, это еще раз... Ну, смотри, сейчас у тебя есть два файлика с исходным кодом, и все. Но их нужно скомпилировать, чтобы у тебя получились приложения, которые можно запускать. Ну, вот эти два файла. Да, да. Да, эти файлы. Они еще не скомпилированы. Разница между ними только языком, которым они написаны. Первый – это C, а второй – это C++. Ага, так, ну да, я вижу, я у вас стрим. Так, а что с... Суть этого файла, вот это что я сейчас открыл? Он... Make-файл. Он... Здесь написано, какие именно настройки... Ну, написано, вот, например, на третьей строчке написано, что для .cc файлов использовать вот эту команду. G++ с такими-то параметрами справа. То есть, написано, как собирать файл... Эти... Какую программку... На C++. Вот, дальше на шестой строчке написано, что для файлов .c использовать... Да, вот этот. Использовать .cc. Ну, вот это как... Как объяснить? Здесь описано... Не, ну, это понятно. Ты... Я имею в виду суть этого файла. Для чего он... Он всего лишь для того, чтобы можно было набрать одну команду make, да, и не заморачиваться о настройках компиляции. Вот. Если нужно, например, добавить к сборке какие-то другие файлики, вот их можно сверху добавлять без расширения, через пробел, там, где all. То есть, если... Куда мне этот make теперь добавлять, давай разберемся. Ты говоришь, make добавлять... Он у тебя уже лежит в твоей папке твоего пользователя. Вот здесь вот слева, да. То есть, тебе... То есть, вот этот файл, собственно, он и есть. Да, он и есть. Он... Тебе, в принципе, с ними ничего сейчас сделать не нужно. Нужно просто снизу в терминале запустить команду make. Она выполнит для каждого файлика свою команду. И, в итоге, у тебя получится два приложения, которые можно будет запускать. Одно на C, другое на C++. Так, я не пойму, это что, вот тут мне надо написать? Да. Прям вот сейчас, прям тут? Прям просто пишешь m-a-k-e, да, то есть make. Make... Да, и enter, и тогда команда выполнится. Правильно? Вот. Как видишь, появилось два дополнительных файлика. Это, собственно, уже скомпилированные программки. Теперь их можно запустить. Вот. Вот эти, да? Да. Чтобы запустить их, нужно написать точку, слэш и название файла. Точка? Да. Не запятую, точку. Через shift, по-моему, да. А точка, стоишь, что дальше там? Ну, hello, черточка C, world. А, не знаю, я понял, он ванную. Да. Ну, enter нажми. Вот, он, видишь, говорит, что не нашлось такого файлика. Теперь нажми стрелочку вверх. Это произошло из-за того, что у тебя первая буква H, она верхнего регистра, то есть нужно, чтобы она была маленькая. А, все, понял. Все то же самое? Нет, 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 вот чтобы то же самое не писать, стрелочку вверх нажми. Вот прям стрелочку вверх. У тебя на клавиатуре есть стрелка вверх. А, в смысле... Вот, теперь ты можешь стрелкой влево и двигать, и дойти до позиции, где H и исправить. Стрелочка влево, да. Все, сам курс, вот. Вот. Все, теперь enter. Вот. Она выполнилась, и то, что она написала, вот мы сразу здесь и видим, так как она сразу после этого закончила свое выполнение, у нас опять доступ к консоли вернулся. То есть мы можем выполнять следующие команды. В общем-то, все. Давай уже, теперь вот какие у тебя вопросы возникли. Ну, вот, собственно говоря, по этой среде, а дальше... Ну, допустим, вот, понимаешь, как тебе сказать, я не понял сути, что, почему мы это в консоли делали. Но я понял, вот мы... Ну, потому что это Linux. То есть если, грубо говоря, у тебя будет Linux, рано или поздно столкнешься с ним, да, то там твои действия, они не будут сильно отличаться от того, что мы сейчас сделали. То есть, единственное, что либо тебе придется сделать make-файл, вот этот файлик самостоятельно, либо ты можешь, напрямую использовать эту команду gcc, там, вот, кстати, он написал, какие команды он выполнял после make-а. Видишь, он gcc, hello.org, cc, и вот параметр .o. Это, то есть первое, это название файла, в котором исходный код, а второе, после черточка o, это название файла, куда компилировать, то есть как будет называться готовая программка, то есть файл готовой программки. Ну, вот вопрос, просто я привык, допустим, вот я в обычной среде написал, там, тут, допустим, турбо-си или еще какая-нибудь среда, и я, допустим, запускаю, там, допустим, control F9 или есть еще там комбинации, 5, к примеру, и, то есть, отдельные экраны, я видел результаты программы, тут как реализовано это все, вот это, зачем мы, тут запускается программа именно так, вот через эту команду make, или что? Здесь она запускается, именно си, сейшная программа запускается именно так. Насколько я помню, можете ошибаюсь, но именно вот отладки, да, чтобы можно было, там есть кнопочка run, сверху зелененькая, вот, но для си она работать, насколько я помню, не будет. Но это можно, насколько я понимаю, можно как-то сделать, но это тоже целая история. Вот, конечно, если хочется, чтобы совсем было просто все визуально, то ничего лучше, чем Visual Studio в этом плане нет, там есть огромное количество видеороликов, как это сделать, да, и там, в принципе, все интуитивно и понятно, то есть, там все визуально, кнопочкой нажимать надо, никаких команд писать не нужно обычно. Так, ну это понятно, а тут вообще в этом Cloud9 есть графическая среда и так далее, или тут только вот оно так все реализовано? Нет, самой графической среды нет, но, в принципе, есть ее часть, то есть, есть файловый менеджер слева, и есть возможность, вот, например, в Hello the World, если ты откроешь вкладку, да, то ты увидишь, там есть подсветка синтаксиса, да, то есть, она, в принципе, знает о том, что такое сеть, вот, и старается тебе помочь хотя бы подсветкой, вот, но если нужен полный набор всех возможных инструментов, которые можешь предоставить среды разработки, конечно, лучше сейчас, то есть, ничто не сравнит сейчас с Visual Studio в этом плане, или, я даже не знаю. Нет, но с Visual Studio понятно. Она и так бесплатная, поэтому сейчас, есть еще, они сделали сейчас проект Visual Studio Code, он на всех платформах запускается, тоже интересный вариант, но там, это ограниченная среда, там вот тоже он подси не приспособен. Не приспособен, сейчас, на самом деле, популярным языком является JavaScript, вот, и C Sharp, да, вот, Cloud9 под C Sharp не предназначен, ну, как бы, не настроен, чтобы прям было все, что нужно, но Visual Studio как раз позволяет на JavaScript писать все, и на C Sharp очень, ну, с подсказками, там, в синтексе, все, позволяет сразу находить, видеть ошибки, все подчеркивать и так далее, вот, Cloud9, он, под JavaScript они это сделали, потому что сам Cloud9 на JavaScript и написан. Вот, поэтому, в принципе, основной язык, который рекомендуется использует, ну, как сказать, больше всего инструментов для него, да, есть в Cloud9, это как раз JavaScript, вот, можно и с другими языками, там, настроиться, там, там, тот же PHP и так далее, но все это требует дополнительной настройки, вот, как-то так. Еще вопрос, вот, с планшета, с телефона ты говорил, ну, как... Ну, с телефона, наверное, будет совсем неудобно, но если экран большая, например, как у планшета, то, в принципе, возможно, если к планшету еще возможно подключить клавиатуру, то вообще никаких проблем не должно возникать. Ну, а в принципе, что там надо, через браузер заходить? Через браузер, конечно. Ага, то есть, все через браузер, понял. Ну, в принципе, вроде бы вопросов пока нет. Здесь, основное преимущество ее в том, что это виртуальные машины, можно заходить через браузер, да, и не нужно, то есть, там, устанавливать линукс, то есть, грубо говоря, здесь ты сейчас не занимался тем, чтобы свой линукс устанавливал, настраивал, оно это все сделало за тебя. Здесь уже очень много всего установлено, там, апатчи, прочие всякие вещи, которые в разных... То есть, для веб-разработки могут пригодиться прочих вещей. Вот. Ну, как-то так. Я, наверное, думаю, можно пока закончить, вот... Да, да, я тоже так думаю. Да и длинные уроки ни к чему, все честно. Да. Так что, думай, можно здесь пробовать. Если на C писать, можно там попробовать взять Visual Studio поставить, учитывая, что она сейчас бесплатная, и они в бесплатной версии, ну, очень много возможностей включили уже в 2015 году, поэтому она сильно не отличается от платного варианта. Вот. Это если хочется на Windows и визуально все это делать. Ну, я думаю, все варианты хороши. То есть, в принципе... Ну, каждый для своих целей, да. Просто там, допустим, Visual Studio весит там несколько гигабайт, если не десятка гигабайт, да, современный 2015-й, да, а здесь ты просто страничку скачал, ничего не устанавливал. То есть, сравнивать можно по очень большому количеству параметров. И у каждого человека ситуация своя, конечно, глин-глин-глин. Ладно. Понятно. Все равно все тогда. Спасибо. 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 Спасибо.